Вековые традиции, живая история. В Махачкале прошел первый республиканский форум ремесленников. Свои работы на одной площадке представили лучшие мастера прикладного искусства, обменялись опытом и наработками. Побывала на мероприятии моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. На выставке были представлены произведения в самых разных стилях и жанрах. Рядом с табасаранскими коврами ювелирные изделия кубачинских мастеров. Традиционная живопись сочеталась с унцукульским орнаментом. Сохранение и возрождение традиционных ремесел – вот главная цель форума. Очень необходимо, особенно для молодых ребят. К большому сожалению, сейчас уделяется не то внимание, которое хотелось бы для молодых ремесленников, а поддержка для молодых ребят. И, конечно, целью является и сохранение, и популяризация культурного наследия нашей республики. Выставка носила и деловой характер. Мастера смогли не только представить свои изделия, но и найти потенциальных партнеров, как для расширения бизнеса, так и для выхода на международный рынок. Но прежде всего, для каждого умельца это просто любимое занятие. Это и бизнес, это и хобби, это и любовь к этому. Это же очень нутная работа. Здесь надо любиться, надо сверла вначале. Это очень нутная работа. Обязательно, а как же, иначе здесь нет. Это очень нутная работа. Гаджали Гаджамаров впервые принимает участие в подобном форуме. Он представляет сувениры ручной работы. По словам ювелира, есть высокий интерес к национальным кубачинским изделиям. Мы стараемся сделать продукцию такую доступную для людей, учитывать их интересы. И благодаря этому, скорее всего, более-менее в среднем спросе есть. Да, мы здесь, получается, одни мыстры на двух зайцев убиваем. Мы поддерживаем наше традиционное ремесло, его не забывая. И это наш бизнес, то, что нам вносит доход. Форум позволил каждому хоть немного, но научиться любому мастерству. Попробовать себя в гончарном деле – не вопрос. Этому посетителей выставки научит мастер испикской керамики. Глины нужно почувствовать, говорит Набилла Керимханов. То, что у нас было, возрождаю испикскую керамику до сих пор. Пока я не сделаю то, что в музеях, изобразительное искусство. В Москве находится в музеях, в Санкт-Петербурге, даже в Лувре находится, в Париже находится, в Америке находятся наши тарелки. Сохранить и передать подрастающему поколению нашему, вот младшему поколению, который мой учениц, который со мной приехал сейчас. В рамках выставки прошла конференция, где эксперты обсудили перспективы развития народных промыслов. В планах организаторов сделать форум ежегодным.